После матча общаемся с Максимом Матвеевым, защитником Мокомотива. Макс с победой, во-первых. Во-вторых, было ощущение, что все-таки не до настроя на матч присутствовал сегодня, да, в первом теме? Настрой был. Всегда на каждую игру у нас есть настрой боевой. Против такие игры всегда сложные. Соперник с характером, тем более питерский. Питерские, они неудобные команды всегда, потому что битва двух столиц собирается. Вот. Сложная игра. Ну, вырвали. Такие игры тоже надо вырывать. Что было сегодня самым сложным в матче? Сложным было... Ну, соперник неудобный. С таким командой тяжело играть. После первого тема разговор в раздевалке был насколько эмоциональный, может быть, жесток даже? Ну, вальяжно как-то вышли на первый тайм. Не хватило немножко настроя. А тренер сказал, чтобы характера немножко добавили. Мы вышли на второй тайм, перевернули, забили быстрый гол в втором тайме. И, я думаю, заслуженно победили. После второго гола какова была задача на остаток матча? Ну, играть всю футбол. Конечно, хотелось забить третий гол, но еще больше гол. Ну, не получилось. Ну, закончили. 2-1 победа. Спасибо большое. Еще раз победы. Спасибо. Спасибо. Наставник Лока Валентина Корочков после матча против Шорзенита. Во-первых, с победой. Во-вторых, комментарии по игре. Спасибо за поздравление. Игра сложилась для нас довольно-таки тяжело. Начало было за соперником. За соперником и о причинах, знаете, так по горячим следам сложно сразу проанализировать, сказать. Но, тем не менее, у нас в созидании не держался мяч. Абсолютно много допускали технического брака. Медленно работали с мячом. Возможно, наверное, это психология. Мне, наверное, все-таки сказалось то, что команда занимает последнее место. И хотя оберегали от этого ребят, настраивали, но, к сожалению, психологически немного все-таки недонастрой, наверное, произошел. Но по сопернику, хочу сказать, в принципе, до игры это знал, что команда занимает не свое место. Да, может быть, где-то какими-то эпизодами упрощенная игра, но, тем не менее, по желанию, по самоотдаче и, в принципе, по своей подготовленности, ребята, я уверен, команда поднимется выше. Это не занимает абсолютно не свое место. Разговор в раздевалке после гола Казаринова прошел более спокойно или все-таки нужно было как-то голос повысить на команду? Давайте это будет нашим секретом. В принципе, надо понимать, когда повысить, когда ребят поддержать, когда успокоить. В принципе, предстоял второй тайм еще. Больше надо было нам все-таки, наверное, поговорить, каким образом действовать во втором тайме. После гола второго, который был забит в начале второго тайма, было ощущение, что команда то ли сама откатилась за линию мяча, глубже к своим воротам, то ли это было указание. Где истина? Нет, у нас такого указания не было. Просто было очень много и стандартов, и, как сказать, пауз таких, когда связанных с началом атаки соперника. И у них, в принципе, игра упрощалась. Они играют в длинную передачу, соответственно, нам ничего не оставалось, как линии полузащиты, соответственно, перебивают, работать в подборе. Но, к сутни в этом, даже откатываясь, мы обязаны были все-таки в созидании, и играть тогда в атаку, более, как сказать, конструктивно. Спасибо большое. Еще раз победы. Глеб Бахарев, игрок Шорзнит после матча с локомотивом. Глеб, начало игры получилось, как, наверное, и в матче с Краснодаром, таким достаточно активным, ярким. Но уже второй матч подряд не удается удержать минимальный счет. В чем причина по-твоему? Я не знаю, в чем причина. Очень расстроен то, что не получилось выиграть. По игре должны были побеждать. Надо было использовать свои моменты, которых было достаточно у нас в первом и втором тайме. Сколько сил отнял первый тайм, учитывая, что пропустили в концовке? Обычно такие пропущенные мячи на 45-й минуте говорят о потере концентрации. Ну, я лично очень устал в первом тайме. И думал, команда тоже устала, потому что очень много бегали, старались. План на второй тайм, особенно после пропущенного мяча, каков был в атаке? Каким образом попытались вскрыть чужую оборону? Просто был план забить. Не было конкретных целей. Можно было через фланги атаковать, но не было таких целей. Просто хотели забить. Спасибо большое. Продолжение следует... Ваши комментарии по игре, о ходе матча и о том, что было в первом и втором тайме? Ну, отличный настрой. Поплотился в забитый мяч. Ну и второй тур подряд. Гол в раздевалку. Немножко внес коррективы. И, видимо, выйдя из раздевалки, еще переживали этот пропущенный гол. Поэтому второй тут же получили. Вот, потеря концентрации буквально. Итог. Обидное поражение. С чем связываете вообще то, что второй матч подряд такое происходит, что команда ведет в счете, а потом упускает преимущество? Ну, тяжело с чем-то связать, если весь турнир, все 9 туров посмотреть. Только в одном туре мы проиграли с большим счетом, а все остальное в один мяч. Ребята борются, стараются, играют в футбол. Но на данный момент имеем то, что имеем. Пропущенные мячи в конце тайма и в начале тайма говорят обычно о потере концентрации. Можно ли об этом говорить в случае с Шорзенит? Ну, не знаю, мы разберемся, проанализируем. И в следующем туре такого больше не будет. Спасибо большое, до чего. Спасибо.